Оперативная обстановка сложилась следующим образом. В течение суток противник нанес 40 авиационных ударов, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск. Повреждено трехэтажное жилое здание. Здесь погибшие и ранены среди местного населения. Еще один ракетный удар произошел по городу Затока Одесской области. Обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения «Золотая рыбка». Жертв и утрат среди местного населения нет. Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом. То есть объекты в основном только жилые дома и гражданские объекты, которые не имеют отношения к военным действиям. Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой. Кстати, надо отметить, что вторые сутки Российская Федерация терроризирует нас активностью своей авиации. То взлетают, то садятся, то МиГ-31, то Ту-95, то Ту-160. И мы, к сожалению, вынуждены объявлять воздушную тревогу и просить всех пройти в укрытие и не игнорировать эти сигналы. Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью он сосредоточил усилия на введении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили более 90 атак противника на указанных направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжает инженерное оборудование местности и приграничных районов Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов на Черниговщине, 9 населенных пунктов на Сумской области, а также 15 населенных пунктов Харьковской области. На Купинском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие при граничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. То есть они держат войска, чтобы мы не могли совершить маневр резервами. Также в течение предыдущих суток враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Окупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Ну и самое подходим к самому горячему оперативному направлению Бахмутскому. Здесь на этом направлении враг не оставляет попыток захватить город. Продолжаются постоянные позиционные бои, как в городе, так и на его окраинах и вдоль всего выступа, северного и южного выступов, так это теперь уже называют наши военные, на флангах города Бахмута. И ситуация в самом городе остается очень тяжелой. С потерей населенного пункта Железнянского это не улучшило оперативную обстановку, так как вокруг этого населенного пункта он перешел под контроль российских оккупационных войск. Вокруг этого населенного пункта на 4-5 километров нет других населенных пунктов. Это редкость для этой местности, но тем не менее такая вот особенность здесь есть. А это значит, что оккупанты будут сильно давить и пытаться продвигаться по посадкам, по лесопосадкам, которых там очень много. К сожалению, у них это иногда получается. В самом Бахмуте тяжелая ситуация на юге. Окупанты пробились на завод Азом, он же Азок-М. Это Артемовский завод обработки металлов. Довольно очень большая по площади, очень большая промышленная зона у этого завода. И застройка завода превратит его теперь в клоповник, откуда вражеские ДРГ будут давить в центр города. Вот это очень нехорошее событие, которое произошло. Почему? Потому что вот эта промзона расширяет возможности для диверсионно-разведанных групп противника. И нашим войскам теперь придется с ними бороться. Также диверсионно-разведанные группы противника были отмечены в Бахмуте в районе самолета. Ну мы все знаем уже, да, этот населенный пункт, это выезд на Константиновку по трассе. Так вот, там уже наши войска встречают работу диверсионно-разведанных групп противника. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктах Ягодная, Хромово и Орехово-Василовка. Это на флангах вот этого коридора снабжения Бахмутского гарнизона. То есть мы продолжаем удерживать этот коридор, мы продолжаем защищать город, несмотря на то, что ситуация, особенно в самом Бахмуте, где-то на грани уже критической. В то же время на Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях здесь противник совершил безуспешные наступательные действия. Вражеским обстрелом подверглись районы 16 населенных пунктов Донецкой области. И за прошедшие сутки линия фронта на всех трех направлениях не претерпела никаких изменений. Ну и остается у нас с вами Запорожское и Херсонское направления. Здесь противник ведет оборонительные действия, поэтому ситуация с линией фронта не меняется никак. Она стоит на месте. Идут позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими огневыми ударами. За прошедшие сутки огневому воздействию со стороны противника, артиллерии противника, подверглись 17 населенных пунктов Запорожской области. Но это в основном все приграничные населенные пункты, точнее, извините, все прифронтовые населенные пункты, до которых достает российская артиллерия. Огневое воздействие также испытали на себе населенные пункты Пригородная Днепропетровской области, Очаков Николаевской области, а также 20 населенных пунктов Херсонской области. Вот такая вот ситуация сложилась на оперативных направлениях. Далее, в общем, по ситуации на оккупированных территориях, в Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, около 90 военнослужащих армий России, они находятся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Гурзуф для прохождения военно-врачебной лечебной комиссии, ВЛК, на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы. То есть там нельзя так просто после ранения дембельнуться и уехать домой. Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны введения боевых действий в связи с потерей боеспособности. То есть у них вот это явление потеря боеспособности, оно довольно частое на сегодняшний день. Планируется мобилизовать около 500 человек из категории, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе. То есть они на оккупированных территориях пытаются выгребать вообще все, что можно и все, что осталось. Кстати, надо отметить, что ситуация с моб-ресурсом в России начинает катастрофически ухудшаться. Мы еще об этом будем говорить далее. Потому как кремлевское руководство, а именно Путин и его окружение, там наплодили кучу приказов распоряжений и высказали кучу пожеланий. Я их постараюсь прокомментировать. Но сейчас отмечу то, что потери личного состава Российской Федерации, надо отметить, что они намного выше тех, которые мы заявляем. То есть если мы заявляем 700-900 тысяч человек в сутки, то если брать статистические данные, не публичные, допустим, по ЗАГСам городов Российской Федерации, то в среднем потери, безвозвратные потери, это убитые и раненые, оценивается, можно оценить примерно в 7-9 тысяч человек ежесуточно. Вот такие реальные потери, скорее всего, несет. Это было сделано, когда сняли статистику с ЗАГСов, которые регистрируют убитых и медицинских учреждений, которые регистрируют раненых, которые приезжают и становятся там на учет. Вот такая вот печальная статистика. Для нас это наоборот. Но, тем не менее, это статистика войны. Это статистика людских жизней. Авиация Силы обороны Украины в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания зенитно-ракетных комплексов противника и 3 удара по другим важным объектам оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава и 3 пункта управления войсками противника вдоль всей линии фронта. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова